Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами поговорим об мазке на флору или общем мазке. Что это за мазочек? Мазок реально может браться безболезненно, потому что для него необходима оценка к делению человека, это отделяемое может быть отделяемым уретры, это отделяемое может быть влагалищным мазком, мазком с шейки матки, мазком и с уретры также у женщин. Соответственно, какая подготовка требуется для сдачи такого мазка? Желательно, чтобы вы не мочились полтора-два часа, с женщинами не подмывались, не спринцевались, так же, как и мужчины, не делали себе инстилляции накануне. Желательно, чтобы вы не принимали антибиотики и воздержание от секса хотя бы сутки. Вот такие простые правила для подготовки к общему мазку. Говорит ли общий мазок о наличии и отсутствии инфекции? Да, действительно, в общей мазке можно увидеть ряд инфекций, когда они явно видны. Сюда относятся такие инфекции, как гонорея или трипер. Сюда относятся в ряде случаев трихоманиаз. Опять же, если он не лечен, если он острый и в основном у женщин, то есть далеко не всегда. Если очень большое количество грибков, можно обнаружить его под микроскопом. И, соответственно, если можно увидеть так называемые ключевые клетки, которые являются, в общем-то, последствием того, что на клетки эпителия влагалища чаще всего воздействует горнерео. В ряде случаев можно также увидеть лептотрикс. Однако, что такое в ряде случаев? Это значит, что можно увидеть, а можно не увидеть. Например, в хронических случаях. Например, в случаях, когда вы уже применяли лекарственные препараты. Такая вероятность практически налевает. Именно поэтому для обнаружения инфекции сейчас существуют другие мазки, а именно пациерональность. Когда пациенты ко мне приходят и говорят, что я хочу сдать общую мазокную инфекцию, я говорю, что мы там можем даже при наличии инфекции ничего не обнаружить. Это правда, потому что, к сожалению, сейчас многие инфекции часто текут бессимптомно. Они не вызывают воспалений. Те же холомидии, микоплазмы, муриоплазмы и так далее. И их просто невозможно технически увидеть под микроскопом. Поэтому данное исследование используется, а, когда пациент приходит с жалобами на острое выделение, чтобы подключить гонорей или трихомониаз. Это исследование используется комплексно, чтобы посмотреть характер отделения. Что это? Это гной воспаления? Либо это просто слизь? Вот для такой дифференцировки действительно подходит общий мазок или мазокнофлор. Какие существуют показатели дополнительно к инфекциям общего мазокнофлора? Во-первых, это лейкоциты. Лейкоциты – это клетки гноя. То есть гнойные клеточки. И если количество их превалирует, увеличено, то, соответственно, это уже не слизь, а гной у вас выделяется. У мужчин, соответственно, из уретры. У женщин, в зависимости от локализации мазка, может из влагалища быть уретры, либо шейки матки. Каковы нормы лейкоцитов? Лейкоциты – это как раз клетки гноя. В норме у мужчин, как правило, одна, две, три клеточки лейкоцитов в поле зрения. У женщин из влагалища, может быть, до десяти таких клеток. Иногда некоторые, обычно, до двадцати, но вот это слишком большое количество все-таки. Из шейки матки до двадцати, из уретры, опять же, до пяти. Это у женщин, соответственно, при любых воспалительных процессах, вот эти воспалительные клеточки или экоциты повышаются и, в основном, это происходит либо при инфекциях разных, либо это происходит при нарушении бактериального состава того места, куда берется мазочек. То есть дисбактериоза. Следующая характеристика мазка – это слизь. Слизь также выделяется как влагалищными железами, так и железами уретры. Это может быть следствие усиления работы предстательной железы, например, при длительном воздержании или полном возбуждении. Соответственно, она может являться также характеристикой воспалительных явлений. Поэтому это либо активная работа желез, которые непосредственно выделяют эту слизь, либо это одна из характеристик воспаления, связанных с инфекцией. Поэтому этот показатель нужно расценивать наряду с другими клеточками, такими как лейкоциты и наличие или отсутствие тех или иных половых инфекций в полной разнице цепной реакции. Иногда важны эпителии. Эпителии – это то, что выстилает влагалище, шеи, бумаги, то есть поверхностный стамный слой. Он также может достаточно интенсивно отделяться пластами при каких-то воспалительных явлениях, соответственно, например, при уретрите. Опять же, для этого можно использовать и лейкоциты, и эпители. Норма эпителии, как правило, до пяти, иногда до десяти в поле зрения. Вот это, соответственно, тоже может быть относительно важный показатель. В принципе, в общем-то, также в мазочке на флору может встречаться кровь при каких-то травмах, при мочекаменной болезни, при калькумезном простатите. Это эритроциты, соответственно, это пишется часто в примечаниях. В общем-то, вот это основные показатели, на которые стоит обратить внимание при непосредственно мазке на флору. Не стоит общий мазок или мазок на флору, как я уже сказал, использовать для поиска инфекции. К сожалению, многие инфекции просто не могут там быть идентифицированы, а те, которые могут, чувствительность такого мазка гораздо меньше, чем в других современных методах. При необходимости провести мазок на флору мужчинам и женщинам, обращайтесь в наш медицинский центр Платный КВД в Москве. У нас можно провести экспресс-анализ мазка на флору в течение 20-30 минут. И можно поставить в лабораторию, стоимость такого исследования по центру. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание. Продолжение следует...